Доброго дня! Наши котята тут бегают. Мы вам немножко расскажем про вот такой уплотнитель, который мы применяем на торцах полипербоната на торцевой части, то есть на стенах. На стенах такое примыкание, уплотнение примыкание. К нему мы, можно так сказать, долго шли. Уже лет 5 или 7 нам производят один большой крупный завод резинотехнических изделий. Мы заказали у них станок, фильеру так называемую, которую они только имеют право нам производить, на котором больше никому. И получается вот такой H-образный с хвостиком профиль. Он применяется, обращу ваше внимание, только на торцевой части. То есть это примыкание стены к крыше. Как видим, хвостик 7 миллиметров, чтобы было расширение. Первые, так скажем, образцы были, естественно, через пень-колоду. Они высыхали, трескались, становились жесткими. Потом в процессе эксплуатации мы пришли к тому, что нам химики с завода все сделали состав самый оптимальный, чтобы не было никакого не выцветания, не растрескали, чтобы он был, сохранял эластичность свою, да видите даже, преимущества и достоинства. И у него они добавили добавку от ультрафиолета. То есть, чтобы он не разрушался под воздействием солнца. Поэтому последние три года, или четыре, мы с этим уклонителем не имеем никаких проблем. Так сказать, все, эволюция, качество. Идем только вперед. Стоимость погонного метра в рознице у нас стоит 40 рублей. Также мы сотрудничаем с многими компаниями, которыми мы его окружаем. Почему мы стали применять именно... Придумали такой с хвостиком. Во-первых, чтобы он надевался на соту и закрывал соту вот этим вот п-образным. И хвостик, чтобы выступал. Вот тут был такой вот небольшой хвост, который мог играть. Потому что поликарбонат на всех конструкциях, между точками крепления расширяется. Да, еще обратите внимание. Многие говорят, спрашивают, пойдемте на арочную форму, почему вы не крепите лентой стяжной? Ну, смотрите, поликарбоната есть свойство расширения, да, тепловой. То есть, он расширяется, вот смотрите, вот точка крепления, вот точка. То есть, между вот этим, когда будет плюс 40-35, будет волна. То есть, он расширится. Для этого и ставится резинка в торце, хотя бы, чтобы компенсировала небольшую часть, компенсировало это расширение. По ленте. Если мы ленту поставим, да, лента, конечно, это все прекрасно. Она по окружности, на арочных, только на арочных, даже если ставить, она прижмет. Но в процессе эксплуатации и испытаний мы поняли, что поликарбонат все равно двигается. Он начинается собираться вот так вот. То есть, вот тут начинаются изломы. Если многие заметили, у кого с лентой, начинаются по центру изломы. Это особенно видно, если дешевый поликарбонат, некачественный, то есть, с малой плотностью, мало защиты и так далее. Второе, он под лентой, под лентой о металл вытирается слой. У нас простоял образец на испытаниях три года. Первое, он весь практически по центру начал ломаться, трескаться, хоть и дорогой. Второе, он под лентой при сопротивлении металла и, то есть, прижимается лентой по поликарбонатам, потом каркас. Начал внутренний слой истерся, просто истерся на соту. Поэтому мы крепим на шайне и применяем вот такую дополнительную резинку. Есть еще один завод, производитель такой резинки, но у нас есть образцы, тайные покупатели покупали. У них очень она грубой, земной, становится деревом, то есть, дубовая образа. Не буду называть, потому что это в интернете все есть. Ну, с чего пошел уплотнитель, это московский завод, очень уважаемый, самый старый по теплице, многие его знают. У них резинка была немножко другая, она накладывалась на всю площадь. Вот, но мы пошли по другому пути и сделали П-образный, то есть, чтобы закрывал соты, то есть, двойную роль играл. И герметизация примкания и плюс закрытие сот. То есть, двух зайцев убили. Вот и все. Вот такая небольшая история. Идем эволюционным путем, методом проб и ошибок. Также у нас очень хорошая обратная связь. Иногда предлагают покупатели, заказчики, в общем, садоводы, кто эксплуатирует наши такие нереальные решения, до которых очень трудно бывает самим додуматься. Например, вот этот перелив на павильоне, обратите внимание, появился даже не просто так. Вот этот узел. Здесь не было ничего, здесь была просто щель, хоть мы даже уплотняли резинкой, но не было такой красоты и функционала. Предложили, мы все это доработали, все сделали и получился такой прекрасный узел. Вот так вот. Поэтому всегда, ну, бывает такое, что и грани фантастики, но в каждой фантастике есть доля правды. Потому что садоводы, то есть, и мы тоже, как стали уже пять лет садоводами, немножечко сумасшедшие, можно так сказать, в этом плане. Даже, видите, огурцы выращиваем зимой с помидорами. Поэтому всем огромный-огромный привет. Смотрите кино наше полностью до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok